МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Отмечу отдельно, что Римма Бойцова, которая должна была выступать именно на этом оперативном совещании с каким-то из докладов, видимо, о развитии предпринимательства, вообще отсутствовала на заседании правительства. То ли ее не пустили следователи, то ли ее не пригласил Тажетинов. Ну, в общем, вот этот политический карантин для проштрафившихся и провинившихся становится все более и более традиционным событием у нас в правительстве. В общем, Бойцовой в зале не было. Во вступительном слове Хабиров отметил успехи республики в области жилищного строительства. В частности, он отметил, что, несмотря на то, что в России наблюдается 12-процентный спад ввода жилья, в Башкортостане все с точностью наоборот. У нас рост на целых 3,8%. Жилье мы сдаем олимпийскими темпами. В общем, все у нас прекрасно в этой области, по крайней мере, в области отчетности. Напомню, что в Башкирии есть особая традиция включать в общий объем сданного жилья все, что угодно. Любые самостоятельные постройки, любые пристройки на приусадебных участках и частных подворьях. И потому мы традиционно где-то всегда в лидерах по сдаче жилья по Российской Федерации. Но, по факту, конечно, это не совсем так. Также Хабиров посетовал на то, что 31 июля у нас надвигается Курбан-Байрам. И что в связи с этим нужно предпринять некие экстренные меры по поводу санитарных норм. То, что люди не должны находиться в тесноте во время этих жертвоприношений и прочих мероприятий. На человека должно приходиться 4 квадратных метра, а больше 100 человек нельзя входить в мечеть. Особенно пикантно звучала вот эта история про 100 человек в мечети на фоне того, что буквально через пару часов от правительства было сделано заявление о том, что открываются кинотеатры в ближайшее время и будут транслироваться фильмы. Мне интересно вообще, в кинотеатры тоже, как и в мечети, будут не больше 100 человек пускать или как-то иначе. В общем, конечно, тут некий диссонанс, как говорится, дел кинематографических и божественных возник. В этот раз на повестке первым вопросом стоял вопрос COVID-19. И выступал, естественно, Забелин Максим Васильевич, министр здравоохранения Республики. Однако его выступление было очень необычным, в первую очередь визуально. Ну, начнем с того, что Забелин, в отличие от всех остальных, выступал дистанционно. О том, почему Забелин не присутствует в зале и где он находится, не было сказано ни слова, выглядел Максим Васильевич очень странно, потому что находился он в каком-то наспех декорированном помещении. Очевидно, не в своем рабочем кабинете. Да и было бы это странно, если бы все сидели в Белом доме, а он, значит, у себя тут неподалеку в рабочем кабинете. Помещение, из которого выступал Забелин, очевидно, не было служебным. А служебным, наспех декорировано каким-то фикусом и найденным в ППХ портретом Хабирова, кстати говоря. Мог бы, между прочим, и портрет Путина повесить, а то какой-то совсем же культ личности получился. Звук был как будто из ведра. Ну, в общем, все наводило на мысль о том, что Максим Васильевич то ли в отпуск уехал и имитирует свое присутствие, значит, в Республике, то ли экстренно куда-то выехал по делам. Но почему-то не было никакой отсылки и никакой информации, почему же Забелин, в отличие от других, выступает таким образом. Как выяснилось впоследствии, Максим Васильевич находился на самоизоляции по COVID-19. Вернемся к докладу Забелина. Собственно, по содержанию он не был ничем необычным. 6607 заболевших в общей сложности, 36 прирост заболевших за сутки, амбулаторная лечится 1536, в больницах больных COVID-19 находится 204. И вот тут начинаются чудеса. Далее Максим Васильевич нам сообщил, что растет занятость коек по COVID-19, и занятость этих коек уже составила 57%. Хабиров, перебив Забелина, спросил, а сколько человек в Зубово у нас лежит, вот в этом новом COVID-госпитале. Забелин сходу и бойко так ответил, значит, из 340 коек в Зубово занято 302 койки. Но тут, как говорится, и сел старик. Вот буквально несколько минут до этого, минуту или полторы даже, Забелин нам рапортует о том, что у него больных COVID-19 204 человека. А в COVID-госпитале в Зубово 302 койки занято больными. И ведь это не единственный ковидный госпиталь. То есть вот о каких 204 больных COVID-19, лежащих в больницах, говорит Забелин. Вот если бы я не знал, что он находится на самоизоляции, значит, будучи контактером с заболевшими COVID-19, я бы подумал, что он лежит в Базилеевке. Потому что вот так вот сразу, через минуту, самого себя перевирать и опровергать могут люди только с какими-то уже признаками существенных душевных расстройств. И либо человек не помнит то, что он говорил минуту назад, либо здесь совсем какая-то более сложная лажа. Потому что он нам заявляет, 204 человека лечатся в условиях стационара от COVID-19. Тут же он заявляет, что 302 человека лежат в Зубово в ковидном госпитале. И это без учета еще других, которые тоже по разным другим больницам лежат больные COVID-19. В общем, здесь вот эта очередная история с цифрами по Минздраву. Добавить, наверное, здесь нечего. Я уже говорил о том, что мы никак не можем себе позволить верить в статистику Забелина. Но остается вопрос, в какую статистику верить, каким образом нам оценивать ситуацию. Насколько нужно брать на веру или не на веру вот эти заявления правительства о том, что все становится лучше, все становится хуже и так далее. Если министр здравоохранения на голубом глазу сообщает нам вот такую совершенно противоречащую друг другу информацию. Кроме всего прочего, в последние недели прослеживается очень странная тенденция. Максим Васильевич проверк не только статистику, но и физику. Вот если представить себе общую статистику по заболеваемости COVID-19, как некий бассейн, в который, с одной стороны, вливается численность людей заболевших, а с другой стороны, вливается численность людей выздоровевших. Так вот, каждую неделю, констатируя превышение выздоровевших над заболевшими, Максим Васильевич при этом нам констатирует увеличение количества больных. Как такое может быть? Если из бассейна вытекает больше, чем втекает, бассейн не может наполняться все больше и больше. Но у Максима Васильевича может. Безусловной звездой оперативного совещания в минувший понедельник был Беляев Борис Владимирович, который сделал аж три доклада подряд. Я не знаю, с чем это связано. Вообще, зачем такой перебор? Может быть, Радий Фаритович видит именно в Беляеве воплощение успехов своей команды, потому что остальные как-то перестали его радовать. Ну вот, что было, то было. Три подряд доклада Бориса Владимировича на разные, но сходные темы. Вторым вопросом оперативного совещания был вопрос такой дежурный, обычный обзор ситуации в ЖКХ на транспорте и в чрезвычайных ситуациях. И Борис Владимирович был первым содокладчиком. Он нам традиционно сообщил о том, что аварии у него не случилось нигде, отключение воды и света, и газа, и прочих ресурсов идут строго по плану и никак не беспокоят жители республики. И готовность к зимнему сезону составила у Бориса Владимировича 65%. Я не знаю, по каким критериям оценивает эту готовность. И хотелось бы сейчас с тревогой узнать вообще, каким образом Борис Владимирович готовит нас к зиме. Потому что, ну, судя по тому, как он исполняет свои обязанности и как идут дела у нас в жилищно-коммунальном хозяйстве, лично меня очень беспокоит, как мы переживем ближайшую зиму, насколько готовы коммуникации у Бориса Владимировича. Потому что, ну, понимая тот упадок, в котором находится эта отрасль, уже много десятилетий, наверное, предполагать о том, что все так здорово, как докладывает господин Беляев, не приходится. Вот узнать бы критерии и понять, как он оценивает, было бы полезно. Кроме всего прочего, Борис Владимирович опять отчитался о площадях, которые он санитарно обрабатывает в республике Башкортостан. И я с удивлением услышал, что за прошедшую неделю ему удалось обработать только 58 миллионов квадратных метров. Несмотря на то, что, как он сам утверждает, Ради Фаридович поручил ему усилить эту работу. Но от недели к неделе показатели этот снижаются. На предпоследней неделе это было 95 миллионов квадратных метров. На предыдущей неделе это было 91 миллион квадратных метров. А вот на истекшей неделе всего 58. В общем, как-то странно, господин Беляев исполняет поручение любимого руководителя. Традиционно вторым садокладчиком по этому вопросу был Морзаев Алан Викторович, который поведал о том, что кровавая жатва смертей в ДТП в республике Башкортостан немножко притормозилась. За истекшую неделю было всего 88 ДТП против 100 на прошлой неделе. 85 человек пострадало против 100 с лишним на прошлой неделе. И погибло, к счастью, всего 5 человек. Напомню, что предыдущие 4 недели были отмечены колоссальным ростом смертей в ДТП, что, собственно, не сильно волновало дорогого Ради Фаридовича. А в этот раз случилось обратное. Несмотря на то, что Морзаев с облегчением доложил о том, что смертность ДТП на прошедшей неделе существенно уменьшилась, Хабиров высказал свое беспокойство тем, что смертность у нас остается на высоком уровне. Спросил, сколько поймали пьяных водителей. Морзаев назвал там совершенно какую-то неимоверную цифру. Тысяча с лишним. И Хабиров возмутился тем, что у нас люди ездят пьяными за рулем, невзирая на огромный штраф и невзирая на угрозу лишения прав. В общем, что-то с этим надо делать. Какой-то здесь дисбаланс информации и реакции вообще я отмечаю. То есть, когда Морзаев докладывает о всплеске смертности на дорогах, Хабиров пропускает это мимо ушей. Когда он докладывает о том, что вроде как-то все нормализовалось, Хабиров начинает возмущаться. В области чрезвычайных ситуаций на истекшей неделе тоже все было очень благостно и замечательно. В 106 пожарах, которые были зафиксированы в республике Башкортостан, не погиб и не пострадал ни один человек. И утонуло в ледяной воде всего 15 человек. Против 40 человек, которые тонули регулярно в прошедшей неделе. В общем, здесь тоже МЧС порадовала руководителя республики тем, что уровень смертности, по крайней мере, на их фронтах существенно снизился. Далее в ходе оперативного совещания на арену был почти бессменно выпущен Борис Владимирович. Видимо, самый выносливый докладчик и самый такой результативный докладчик в правительстве, потому что, ну, больше у нас вообще никаких забот нет. Один господин Беляев. И третьим вопросом он докладывал о ходе благоустройства дворовых территорий и общественных пространств. Ну, вот это вот любимый конек команды Хабирова. Вот эти благоустройства, заборчики, детские площадки и дворы. Поначалу Беляев бодренько доложил о том, что в этом году запланировано реконструировать 380 дворовых территорий, которые охватят 519 многоквартирных домов, и еще 101 общественную территорию, которая не является дворовой. То есть, видимо, это вот всякие парки, пространства, променады, набережные и так далее, и так далее. Кроме вышеперечисленного, еще в 8 городах есть какие-то гранты федерального уровня. 8 городов в республике победили на конкурсах и получили тоже некое финансирование. К слову сказать, всего реконструкции подвергается 489 объектов. Это в общей сумме. И на общую сумму около 4 миллиардов рублей. Мы помним, как все было неблагополучно в прошлом году с этим же проектом. Насколько все получилось криво и сколько там денег было украдено, уведено, распилено и так далее. Видимо, пометуя об этом, Беляев заявил о том, что в этом году схема кардинальным образом изменилась. И на данный момент Борис Владимирович утверждает, что никаких оплат по этим проектам не производилось, так как теперь за эти работы будут платить только по факту их исполнения. Вот на этом он несколько раз сделал акцент. Видимо, оправдываясь за то, как замечательно, весело и творчески республика потеряла огромные суммы денег в прошлом году на аналогичном проекте. Собственно говоря, под руководством самого же Беляева мы уже много раз упоминали о том, что как бы ни накосячил Борис Владимирович, Ради Фаридович к нему относится снисходительно и только слегка его журит и велит исправить ошибочки. Многомиллиардные ошибочки, кстати говоря. Так вот, Беляев говорит о том, что на данный момент работы ведутся 148 подрядчиками. Из них, собственно, почти все подрядчики, все подрядные организации, это местные башкирские, только 22 организации имеют регистрацию не на территории Республики Башкортостан. Далее Борис Владимирович перешел к тревожным новостям. Собственно, получилось так, что в первой части своего доклада Борис Владимирович докладывал не о успехах, а о своих планах. А вот о том, как реализуются эти планы, он доложил во второй части доклада, и здесь все было существенно менее мажорным. В частности, Борис Владимирович обеспокоен тем, что вообще-то проявилась слабая активность подрядчиков, и на данный момент он фиксирует низкую готовность объектов в 17 муниципалитетах. Причем эти муниципалитеты, это крупнейшие муниципалитеты Республики Башкортостан, это Уфа, Салават и Стерльтамак. И еще к ним 14 муниципалитетов, в которых готовность объектов 10-20%. Хорошо только в Кумертау и Октябрьском, где почти 90% исполнения работ. А вообще-то все работы должны быть завершены к 30 октября 2020 года. Каким образом Борис Владимирович собирается это сделать, непонятно. Всего в зоне риска исполнения работ находятся более половины муниципалитетов Республики, 39 муниципалитетов, где исполнено менее 30% работ. В 11 муниципалитетах исполнено от 30 до 50%, всего в 5 муниципалитетах работы выполнены более чем на 50%, и завершены работы только на 3 объектах из почти 500. В 8 муниципалитетах Республики Башкортостан работы даже не начинались. Но при этом Борис Владимирович обязуется выполнить уже к 1 сентября 70% объемов. Ну, вот тут началось, конечно, странно. Совершенно непонятно, каким образом всего за месяц господин Беляев намерен нагнать такие гигантские объемы, в том числе в тех муниципалитетах, где работы вообще не начинались. И это, наверное, все-таки подспудно понял Хабиров, потому что, резюмируя доклад Беляева, вот этот доклад Беляева, он сказал, что пусть нам дадут качественную работу. Никогда не было, чтобы мы кого-то обманули, внезапно сообщил Хабиров. Судя по всему, Хабиров уловил основную проблему, которая станет, пожалуй, причиной катастрофы, надвигающейся катастрофы в этом проекте. Дело в том, что, да, Борис Владимирович отказался от предоплат. Отказался от предоплат, потому что его окружают жуликоватые подрядчики, ну, по крайней мере, такова официальная версия, которые получат деньги и не исполняют работы. Но кто сказал Борису Владимировичу, что подрядчики, которые зашли на эти работы, будут добросовестно исполнять свою работу, не имея предоплаты? Дело в том, что, на самом деле, правильно организованный процесс – это не отсутствие предоплаты. Есть ведь некие предметы, материалы, оборудование, которое действительно дорого стоит, которое нужно закупать до начала работ или для того, чтобы эти работы можно было осуществить. Дело здесь не в том, чтобы обрубить предоплату, а дело в том, чтобы наладить нормальный, правильный контроль за исполнением контрактов. Вот на это, видимо, Борис Владимирович категорически не способен, но он может действовать только таким образом. Вы нам сначала сделайте, потом мы проверим, и, значит, может быть, вам заплатим. Однако строители и вообще подрядная организация в Республике Башкортостан научены горьким опытом. Все они помнят опыт Шоссбрикс, когда массовым образом были обмануты, кинуты и разорены огромное количество подрядчиков работ на этом Шоссбриксе. Это, между прочим, тоже был государственный проект, и более того, он был федеральным. И тоже все руководство республики кричало о том, что, ну, мы же вас не обманем, мы же власть, там, и так далее, и так далее. Однако потом благополучно обманули. Десятки предприятий не получили своих денег. Было найдено много причин. От простого кидалового, простите за фразеологию, до найденных каких-то, значит, зацепок и причин не платить. Естественно, сейчас вот эти 148 подрядчиков смотрят на ситуацию весьма скептически. Конечно, главы районов, там, городов, их всячески уверяют, вы только сделаете, мы вам заплатим. Ну, где гарантия того, что комиссия, которую пришлет Борис Владимирович, не начнет смотреть оловянными глазами на эти детские площадки и находить какие-то бесконечные причины, чтобы не заплатить? Особенно на фоне того, что наш бюджет в республике становится все более и более дефицитным. Аппетиты руководства республики к всевозможным мероприятиям, салютам и прочим ивентам так и не пропали. Деньги утекают в эту сторону, и, естественно, образуется некий дефицит. Не будем забывать о том, что ситуация в этом году уникальная, ситуация с этой пандемией, всевозможными карантинами и прочими запретами, она тоже наложила свой отпечаток на вот эти вот подрядные работы. И, конечно же, подрядчики не особенно горят желанием попасть в ситуацию, аналогичную, что с Бриксом. Завершая доклад Беляева, Хабиров и вовсе вспомнил прошлый год, и вспомнил он следующим образом, я его процитирую. «Не дай бог, кто-то не освоит федеральные деньги, и чтобы не было, как в прошлом году, когда в снег клали асфальт». Конец цитаты. Ну, что-то мне подсказывает, что и в этом году в снег будут класть асфальт, несмотря на заверения Бориса Владимировича. Вы будете смеяться, но четвертым докладчиком на оперативном совещании снова был Беляев Борис Владимирович, который в этот раз поведал нам о капитальном ремонте подъездов многоквартирных домов. Традиционно он начал уже со своих мегапланов на этот год. Он планировал отремонтировать 2185 подъездов в 699 многоквартирных домах на общую сумму 708 миллионов рублей. Борис Владимирович нанял пять компаний, которые, в общем, окучивают вот это огромное количество подъездов. Ну, собственно, это пять подрядчиков. Есть еще огромное количество субподрядных организаций. Их, собственно, более 60. Но основные пять подрядчиков. Если честно, на самом деле главных подрядчиков всего три. Два предприятия, ООО «Тритон» и ООО «Стандартстрой», видимо, взяты до кучи, но им буквально досталось несколько процентов всех этих подъездов. Основных подрядчиков, любимых организаций, у господина Беляева всего три. Я думаю, вот здесь, конечно, очень интересное поле для расследования, для выяснения, на каких основаниях именно вот эти три компании захватили весь этот гигантский рынок. Но это, видимо, дело будущего. Далее Борис Владимирович, огласив планы на этот год, опять перешел к печальному. Дело в том, что, планируя начать ремонт 2185 подъездов, начался ремонт только в 1703. В 482 подъездах ремонт так и не начался, вопреки планам Бориса Владимировича. То есть, примерно 22% подъездов, которые он запланировал, ремонтировать не стали. Причины подобного срыва Борис Владимирович оглашать не стал. Единственное, что он пообещал, что к 1 октября он все равно все сделает. В ходе своего доклада Беляев демонстрировал бесконечный калейдоскоп каких-то подъездов. Снизу было подписано, какой город, даже непонятно, какая улица, какой дом и так далее. Но это была чисто такая дымовая завеса. Но все отметили, и Хабиров отметил, что в основном подъезды были покрашены в зеленый цвет. И к этому вопросу на совещание вернулись. Резюмируя доклад Беляева по поводу ремонта подъездов, Хабиров с сожалением констатировал, что будет сокращаться и стремительно сокращаться финансирование этой программы. Что на будущий год, видимо, столько же сделать не удастся. И тут Хабиров обратил внимание на эти зеленые подъезды. И случился примечательный диалог между Хабировым и Беляевым. Хабиров спрашивает Беляева, а вот эти вот зеленые цвета, это люди выбрали? Беляев говорит, да, это все люди. Это все люди, Радик Фаридович, они вот только зеленый цвет и хотят. Хабиров как-то, глядя в сторону, философски заявил, я бы свой подъезд не покрасил в зеленый. Вот это очень примечательный диалог в том смысле, что вот эта концепция того, что нужно все согласовывать с людьми, как раз-таки у Беляева и не удалась. На самом деле, обсудить и решить, какого цвета и какой формы и так далее, и так далее, хотят люди видеть свой подъезд, так и не получилось. Я это заявляю на примере собственного дома, где вот обсуждались некоторые вопросы, что и как делать. Во-первых, обсуждение не удается организовать, ну, абсолютным большинством жильцов, и потом возникает разночтение. Во-вторых, приходит вот эта подрядная организация и управляющая компанией, говорит, так, сейчас мы будем выбирать цвета, но выбирать мы будем из зеленого и зеленого, или из зеленого и очень зеленого, потому что других красок нет, и больше не из чего выбирать, ну и так далее. К сожалению, относятся к нам как совершенно некультурной, необразованной и, скажем так, почти слепой скотине, в том смысле, что вот, когда вице-премьер заявляет, что вся Башкирия, все население республики, 4 миллиона человек, выбрало вот этот ужасный грязно-зеленый цвет для покраски собственных подъездов, тут, конечно, становится немножко обидно. Пятым вопросом оперативного совещания был вопрос о порядке предоставления льготным категориям граждан «Единовременных денежных выплат взамен предоставления земельных участков в целях улучшения жилищных условий». Доклад делала Полянская Наталья Юрьевна, руководитель Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан, но ее доклад предварил сам Хабиров, подробным образом расшифровав, собственно, о чем идет речь. В частности, Хабиров сообщил, что многодетным семьям в республике давным-давно полагается выдавать земельные участки для индивидуального строительства. Но вот с этим делом большая проблема. И проблема, собственно, заключается в следующем. Ну, в некоторых муниципалитетах земли навалом, но нет никакой возможности подвести туда коммуникации. И получается, что людям выдают участки. Это, как говорится, чисто поле. Земля там, на самом деле, ничего не стоит. Никаких не подведено ни воды, ни газа, ни света. Люди пытаются что-то там строить, а многие не пытаются. В конечном итоге перепродают эту землю за гроши, и, в общем, ничего не получается. Есть обратная ситуация. Есть, например, у Фастерль, Тамак и Салават, или еще какой-нибудь более или менее крупный город республики, где земля действительно дорогая, особенно в непосредственной близости к городу, где коммуникации тоже очень дорого проводить, и тоже не получается нормально снабжать нуждающихся этой землей. В итоге Ради Хабиров сообщил нам, что правительство мучительно и долго размышляя приняло решение о том, что теперь многодетные семьи имеют право вместо вот этого спорного участка земли, либо участка земли, который они получают очень долго, получить денежную компенсацию. А именно 250 тысяч рублей, которые нельзя получить в руки и пропить, но можно использовать на определенный список целей, а именно на доплату за покупку квартиры, на доплату за покупку иного участка, на погашение ипотечных кредитов и так далее. Ну, вообще, в целом, конечно, история здравая. И вот, что, собственно, нам поведала мадам Полянская, она сообщила, что на данный момент в очереди стоит 16 тысяч многодетных семей в очереди за этими участками. Всего в республике с 2011 года предоставлено 44 153 подобных льготных земельных участков и обеспечено 74% многодетных семей. Но, вот объясняя то, что сказал Хабиров, действительно, Полянская уточнила, что, например, в Уфе обеспеченность, в отличие от 70% по республике, составляет всего 22%. И это именно результат того, что в Уфе земли мало, в Уфе земля дико дорогая, и, конечно же, мэрия Уфы не горит желанием раздавать ее бесплатно каким-то там многодетным. У нас же есть всевозможные нуждающиеся, еще более нуждающие. Например, Андрей Носков очень нуждается в земельных участках, ну и некоторые другие выдающиеся граждане города Уфы. А вот этим многодетным давать они не торопятся. Потому по Уфе показатель обеспеченности в отношении многодетных семей, конечно же, втрое ниже, чем по республике Башкортостан. И подытожив доклад Полянской, Хабиров строго назидал главам о том, что вот это решение вовсе не отменяет их обязанности обеспечивать землей, желающих ее получить. И Хабиров строго сказал, чтобы главы не бросали организацию вот этих коммуникаций к участкам земли, которые выдаются многодетным семьям и так далее. Ну, в общем, конечно, тут очень спорная ситуация. Я почему-то думаю, что главы, услышав вот об этой манне небесной в виде 250 тысяч компенсаций, забьют вообще на эту очень сложную проблему. Потому что действительно во многих районах организовать коммуникации к этим участкам земли, ну, практически невозможно или очень-очень дорого. Завершили оперативное совещание обсуждением вопроса организации Курбан-Байрама. Доклад делал начальник управления ветеринарии Республики Башкортостан Зиганшин Азад Салаватович. И доклад этот был об организации временных убойных площадок для убоя животных на Курбан-Байрам 2020 года. Собственно, Азад Салаватович сообщил нам о том, что уже пару лет, как в Башкирии, изменилась схема по убою жертвенных животных на Курбан-Байрам. Он сообщил нам о том, что единовременно в Республике умерщвляется почти 10 тысяч животных. В основном это бараны. И вот, чтобы 10 тысяч вот этих убоев случились в более-менее санитарных условиях, сейчас по Республике практикуется такая мера. Запретили резать баранов по дворам вокруг мечети и просто во дворах многоквартирных домов в городе. И теперь этот убой происходит на специально отведенных площадках. В частности, в Уфе в этом году Азад Салаватович планирует убить от 3 до 4 тысяч животных единовременно в этот Курбан-Байрам. Я не могу не присоединиться к Хабирову в том мнении, что решение это абсолютно правильное и что убивать животных по дворам это некрасиво. Кроме всего прочего, Зиганшин, нагнетая обстановку и подкрепляя правильность своих решений, сказал нам дословно следующее. «Скопление крови и содержание внутренних органов убиваемых животных вызвало недовольство горожан». Конец цитаты. Ну, действительно, вот это вот кровавое действие, которое разворачивается вокруг крупных и некрупных мечетей в городах России и в Башкирии, конечно, не могли не вызвать возмущения людей, которые, например, не имеют никакого отношения к исламу, и которые не хотят, чтобы их дети наблюдали вот этот весьма своеобразный обряд. Ну, в общем, в конечном итоге пришли к тому, что очень правильно, своевременно и проверенным временем забивать животных на отдельно отведенных площадках.